Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Прирост заболевших 0,6%. На заседании Оперштаба обсудили дополнительные меры противодействия коронавирусу. Налоговые каникулы. Меры поддержки предпринимателей обсудили на заседании Кабинета министров Чувашии. Просвещенный век. Самую читаемую книгу столетия выбрали в столице Чувашии. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в республике равен 1,04%. Суточный темп прироста заболевших 0,6%. Вводятся новые ограничительные меры. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба. В Чувашии продолжает расти показатель заболеваемости вне больничной пневмонии. По сравнению с предыдущей неделей он увеличился на 15%. Идеологически расшифровывается 59% вне больничной пневмонии. Это неплохой показатель. С них 39,3% возбудитель ковид. Отмечается рост заболеваемости среди школьников. Чтобы предотвратить распространение вируса, посещение торговых центров несовершеннолетними гражданами будет возможно только в сопровождении взрослых. Запрет коснется и объектов общественного питания на территориях ТЦ. Это актуально и в период каникул, и в учебное время. Так, дети и подростки после уроков не будут находиться без присмотра. Довести до собственников торговых центров, что необходимо взять под контроль это положение указа. Для того, чтобы работать, надо исполнять те нормы и положения, которые мы здесь вырабатываем. И они направлены как раз на то, чтобы дать возможность всем функционировать, но при соблюдении определенных условий, требований и правил. Глава Чуваши Олег Николаев отметил, в этих условиях важно сохранить поддержку медицинских работников, работающих с COVID-19. Речь, в частности, идет о сохранении республиканской выплаты медицинским и иным работникам, не попадающим под федеральное вознаграждение, но участвующим в борьбе с коронавирусом. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В рамках проекта «Приемные онлайн» вице-премьер Чуваши и исполняющий обязанности министра образования и младежной политики Чуваши Алла Салаева в прямом эфире ответила на вопросы населения об образовании. Учебный год в самом разгаре. Родителей многих школьников волнует приближающаяся вторая четверть. И самый часто задаваемый вопрос, связанный с этим, будут ли вводиться какие-либо ограничения в учебный процесс. Алла Леонидовна спешит успокоить родителей. Учебу начинаем в плановом порядке со следующей недели. И 8 числа у нас все дети приступают к образовательному процессу. А далее уже, как и до этого, в индивидуальном порядке будем отслеживать ситуацию, которая происходит в школах. Ну то есть, если в классе ребенок заболел, мы понимаем, что на самоизоляцию уходит весь класс, подключаются лечебные учреждения, сдаются анализы, ситуация фиксируется, и как только из карантина время проходит, возвращаются к процессу. Еще один вопрос касался детского сада «Рябинка» в Мариинском посаде, который должен был открыться 1 сентября этого года. Но этого пока так и не произошло. Мы понимаем, что основная проблема в том, что техзадание на проектировку готовилось без привлечения узких специалистов в лице строителей. Сейчас мы поняли, отредактировали, откорректировали, и уверенно, со следующего года мы постараемся не допустить подобных моментов, что действительно 20 ноября садик, который должен был открыться 1 сентября, только приступит к работе. В ходе трансляции поступило много вопросов о дистанционной форме обучения в учебных заведениях. В частности, может ли родитель попросить о переходе ребенка на дистанционное обучение из-за того, что боится за его здоровье, а именно заражение коронавирусом? Это допускается, и у нас есть, когда-то были даже практики, что родители пишут, но при этом обращаются в другие образовательные учреждения, выстраивают индивидуальную траекторию сопровождения ребенка, но это очень чревато совершенно разными последствиями, поэтому да, закон позволяет, но мы бы не рекомендовали. Ульяна Питакова, Михаил Солин, Республика. Укрепить доходную базу мунициплицетов Чувашии и продлить налоговые каникулы для предпринимателей. Об этих мерах поддержки говорили сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Чувашской республики. Укрепить доходную базу мунициплицетов Чувашии планируется за счет налога, взымаемого по упрощенной системе налогообложения. Норматив зачисления налогов в бюджеты городских округов будет увеличен с 2 до 18% и в бюджеты муниципальных районов с 5 до 25%. Много изменений, и они крайне важны и необходимы для того, чтобы мы с вами четко реализовывали эти задачи, которые поставили перед собой на следующий год. Очевидно, что данным законом мы устанавливаем четкие правила их реализации, и в том числе финансово поддерживаемое муниципальное образование в связи с изменениями в налоговой сфере. Еще один важный вопрос, который обсудили на совещании – продление налоговых каникул для предпринимателей. Предлагается для налогоплательщиков, которые включены в перечень пострадавших отраслей, отчасти продлить льготный режим на 2021 год и установить ставки налогообложения по УСН 4,10% вместо базовых установленных 6,15%. Ну, соответственно, от доходов и от доходов минус расходов. Льготу получат и предприниматели, которые впервые зарегистрировали собственное дело и работают в производственной, социальной, научной сферах, оказывают бытовые услуги населению. Министр финансов Чувашии предложил продлить для них нулевую налоговую ставку до 1 января 2024 года. Документ будет рассмотрен на Госсовете Чувашии. Еще один проект, который поддержал сегодня кабинет министров Чувашии, коснулся семей, имеющих 5 и более детей. Одного из родителей освободят от уплаты налога на легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Это можно назвать налоговой социальной мерой поддержки. Для многодетных, имеющих несовершеннолетних детей, это важно, подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев. Ольга Алексеева, Николай Скворцов, Республика. Участие банковских организаций в реализации комплексной программы социально-экономического развития республики обсудили на встрече глава республики Олег Николаев и председатель Промсвязьбанка Петр Фротков. Стороны рассмотрели возможность реализации Промсвязьбанком полномочий опорного банка для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участие финансового учреждения в ипотечных программах кредитования в Чувашской республике в рамках государственных программ. Для республики это очень важно, взаимодействие с таким финансовым институтом, который на сегодняшний день очень активно вовлекается в целом в экономику Российской Федерации и очень еще более активен в Чувашской республике. Мы чувствуем активное участие банка и в реализации государственных наших задач. Объединить Шумерлинский район в один муниципалитет – такое предложение прозвучало на заседании Высшего экономического совета Чувашии. Идея интересная и экономически целесообразная, но решать это должны сами жители на референдуме. А вот реализацию мероприятий, направленных на развитие района и города, обсудили уже сегодня. В комплексной программе социально-экономического развития республики районы занимают целый раздел. В нем учтены инфраструктурные проекты, реализовать которые предстоит в ближайшие пять лет. Традиционно перед заседанием члены совета выехали на проблемные объекты и оценили ситуацию. Одним из главных вопросов остается экономический. Для того, чтобы экономика в дальнейшем развивалась, необходимо привлечение инвестиций в экономику. У нас это затруднено тем, что отсутствуют крупные площадки для инвестиционных проектов. Поэтому тем, что мы усиленно занимаемся, это актуализируем реестр свободных земель. Кроме того, у нас есть выведены эксплуатации котельные. Мы считаем, что там можно организовать новые производственные мощности. Участники совета отметили, наряду с ремонтом и модернизацией учреждений образования, здравоохранения и социально-культурной сферы, необходимо одновременно включать в программу развития прилегающих территорий. В целом, как бы, нравятся те подходы, которыми мы вырабатываем. Прежде всего, то, что предложил Дмитрий Иванович, такое, как бы, системное видение развития каждого из муниципальных образований. Очевидно, реализовывая его и постепенно внедряя те подходы, которые предложены, мы достаточно серьезно продвинемся в ближайшее время. Часть мероприятий программы уже предусмотрена. Так, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Александр Героев сообщил, что теплосети «Шумерли» будут модернизированы к концу 2022 года. Комплексного решения требует приведение школ «Шумерли» к современному стандарту образовательных учреждений. Аналогичные изменения запланированы и по другим направлениям. В Чувашии может появиться еще один застройщик-банкрот. Сегодня представители Минстроя и регионального фонда обманутых дольщиков встретились с дольщиками двух объектов, которые возводят альянс недвижимости. Дом на Советской в Ночебоксарске практически достроен 95%. Об этом дольщикам говорят уже два года. Надоело ждать. Разрешение продлевают, потом заканчивается. Сейчас вот опять ждем, когда получат разрешение и получат ли они его вообще. Потому что мы бы уже давно сюда заехали. Документация не та, в Самаре что-то, Росавиации надо. Все вот это надо отредактировать. Дом построили, потом сказали, что кирпич не тот. Почему это раньше не было предусмотрено? Люди, которые берут ипотеку, они же вовремя, все своевременно, каждый месяц выплачивают. А где вот этот Фротушенко? Почему он свои обязанности не выполняет? Руководитель стройкомпании альянс недвижимости Алексей Фротушенко на встречу приехать не смог. Зато его представитель опять обещал, вот-вот будет экспертиза на достройку. Документы в обществе все подтянули. По строительному монтажу, работам сейчас, так как здание стояло год, парапеты все разобрали, штукатурку сняли, кирпичную планку перебрали. Сейчас кровля полностью вычищена, готовая к производству работ. Заявку передали. Материал как завезут, там приступят. Завезли лифты полностью, купликтовали. Поставка была лапшина, кармаш. Вот мы на прошлой неделе, в кровь без носа, вытащили эти лифты, привезли сюда. Остальные лифты смонтированы. Руководитель говорит, 7 месяцев. То есть, если будет финансировано, я думаю, 7 месяцев будет достаточно достойно. Но дольщики уже не верят. Не сделали, да это обещали. Вот посмотрите. На другом объекте компании ЖК Гагаринский еще месяц назад руководитель обещал, что максимально увеличит темпы и в ноябре начнут строительство третьего подъезда. Но сейчас не закончен даже второй. На стройке не появились и дополнительные бригады каменщиков. Мы сегодня еще раз посмотрели, убедились в темпе строительства, что те обещания, которые давал застройщик, к сожалению, на сегодняшний день не выполнил. Поэтому мы сегодня решили посмотреть застройщика комплекса, побывали в городе Новочебоксарск, на объекте, где тоже работы сегодня не ведутся. Соответственно, будем принимать комплексные решения по данному застройщику. Решение окончания пока не принято, но в целом я считаю, что больше нам ждать не стоит по данному объекту. И уже пора инициировать процедуру конкурсного производства. В понедельник в Минстрое республики планируется обсудить ситуацию с незавершенным строительством двух объектов компании «Альянс недвижимость». Один из вариантов – инициировать банкротство застройщика. Это, конечно, еще увеличит сроки сдачи объектов, но зато у дольщиков будет гарантия, что они получат свои квадратные метры. Татьяна Молокова, Александр Дяков, Сергей Копеев, Республика. Для конца года в Чувашии появятся две вертолетные площадки для санавиации. Их строят в рамках национального проекта здравоохранения. Одну из площадок с разметкой и подсветкой оборудуют на территории ЦРБ в Алатаре, вторую – в Чебоксарах на базе больницы скорой медицинской помощи. Сейчас на объектах уже уложено бетонное покрытие и обустраиваются асфальтные подъезды к ним. В Чувашии авиационной перевозке пациентов выполняет компания «Русские вертолетные системы». На сегодня из отдаленных районов санавиации перевезли 27 пациентов, в том числе одного ребенка. Спасти жизнь. Республиканская станция переливания крови приглашает чебоксарцев принять участие в субботней акции. Каждый год в переливании крови нуждаются примерно полтора миллиона россиян. В условиях сложной эпидемиологической обстановки этот вопрос стоит особенно остро. В субботу, 7 ноября, республиканская станция переливания крови ждет всех желающих для пополнения банка крови по улице Пирогова, 9, с 8 до 12 часов дня. Донору должно быть не менее 18 лет, желательно накануне соблюдать специальную диету. Конечно, в помещении будут соблюдаться все меры безопасности. Масочный режим, социальная дистанция. Не забудьте паспорт. Помните, одна донация может спасти жизни трех людей. В год столетия образования Чувашской автономной области в республике выбрали самую читаемую книгу «Столетие». На сайте «Литературная палитра Чувашии» для голосования было представлено 100 книг, 100 авторов. Читатели выбирали произведения классической современной литературы, которая, по их мнению, достойна титула книга «Столетие». Выбор был непростым. Читательский референдум длился до конца октября, и в нем приняли участие более 5000 человек из Чувашии и других регионов России. По итогам референдума самой читаемой книгой «Столетие» стала книга Александра Артемьева «Саламби». На мой взгляд, это действительно книга, достойна этого звания. Это всенародная книга, всеми любимая, все ее знают, читают и пользуются она большим спросом. Детская слэш-хоккейная команда «Юман» из Чувашии готовится к товарищескому матчу с московскими соперниками. Уже несколько месяцев ребята тренируются на базе регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Юная команда сформирована в рамках проекта «Хоккей без границ» при поддержке благотворительного фонда «Это чудо». Команда состоит из 10 ребят в возрасте от 8 до 15 лет. Главная цель проекта – создать необходимые условия для физической и социальной реабилитации детей и подростков с нарушением зрения и слепых. Тренировки юных хоккеистов проходят с использованием звуковых клюшек и специализированного тренерского свистка. Научиться играть в слэш-хоккей могут все желающие ребята с нарушением зрения. Подробная информация на сайте благотворительного фонда «Это чудо». Завтра, 7 ноября, в торговом центре «Мегамол» на цокольном этаже с 12 дня до 18 часов вечера состоится благотворительная выставка «Пристройство бездомных котят и щенков». Все животные здоровы, для оформления нужен паспорт. На выставку можно принести корма, крупы, лакомства, ошейники и ветеринарные препараты. Это главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин